Здравствуйте! В этом видео расскажу всего про одно средство, но очень уникальное и самое дешевое. Оно есть у вас у всех дома. Именно от болезней. Если опрыскать так один раз томаты, перцы, огурцы и другие культуры, то болезни не страшны. Можно ли предотвратить болезни томатов, огурцов, перцев? Такие вопросы часто задают мне на канале, но ответ кроется в правильном уходе. Иногда даже не применяя никаких средств болезни не атакуют, но это большая редкость. И в период высокой влажности и дожди все же болезни нападают на томаты, перцы, огурцы и можно остаться без урожая, если не применять никаких мер. А не буду долго я вас томить, мы поговорим сегодня именно про перекись водорода. Именно перекись водорода самое дешевое копеечное аптечное средство, которое применяют садоводы уже многие десятки лет. И я читаю только положительные отзывы, а также слышу от соседей по даче, то тоже у них все прекрасно и ничего не болеет. Я вам сейчас показываю урожай уже этого года, что все цветет и пахнет, ничего не болеет. В Кузбассе погода сейчас просто ужасная. Ночью примерно 5-6-7 градусов плюс, а также днем у нас всего лишь около 20 градусов, это максимум. И, кстати, перепады очень сильные. При такой температуре все перестает расти абсолютно. Но плюс стимуляторы, обычные народные подкормки, а также обработки именно с перекисью водорода очень хорошо помогают. Самое важное, что с перекисью водорода нужно соблюдать все правильные дозировки, так как это аптечное средство, которое нужно применять с осторожностью, так как можно сжечь растение. Я применяю 10 миллилитров на 1 литр воды, это максимум. У меня тут баночка 2-х литровая, я применяю 20 миллилитров на 2 литра воды и буду опрыскивать по листу. Обязательно дослушайте до конца, как правильно применять перекись водорода для разных растений, потому что в разные периоды можно опрыскивать, но не все растения прямо сейчас пойдем опрыскивать, такого делать мы не будем. Перекись водорода нужно применить обязательно сразу, не храните этот раствор, потому что в течение часа он уже просто бесполезен. А применять лучше всего для разных растений в разный период. Почему? Потому что, к примеру, томаты не нужно опрыскивать, если сейчас идет активное цветение и если еще нет томатов. Огурчики можно опрыскивать так же, когда уже есть около 10-15 первых маленьких огурчиков, только потом можно опрыскивать. Не опрыскивайте ваше растение, если оно еще очень маленькое. К примеру, цветы любые, даже розы можно опрыскивать во время ботанизации, потому что как раз нападают вредители и у нас появляется некое вкрапление на наших розочках и розочки становятся некрасивые. Это все различные вредители поражают наши растения, а также болезни. Перчики можно опрыскивать, когда уже очень много плодов. Не опрыскивайте, если у вас только сейчас начинает свисти перец. Нет, он должен быть пушистый уже, окрепший только тогда. Огурчики, посмотрите, у меня они уже выше, у меня практически степлицу. Здесь уже завязалось более 10-15 огурчиков. Для профилактики можно опрыскивать огурцы 1-2 раза за сезон. Болезни огурцов атакуют примерно во второй половине лета, когда температура ночью падает, и к ним реально цепляется всякая пакость, особенно переноспороз, и растения просто погибают, можно остаться без урожая. В этом случае перекись водорода действует как антисептическое действие, оно подавляет возбудителей болезни, а также профилактика от болезней и предотвращает болезни при правильной обработке. Когда можно обрабатывать помидоры? Вот посмотрите, сейчас я вам показываю помидоры на сегодняшний день. Помидоры можно обрабатывать, когда уже есть первая, вторая, третья кисти. И обрабатывайте по низу, не задевайте цветочки, потому что если вы вдруг перельете перекись водорода, вы просто сожжете все цветы, завязи не будут, они будут у вас наоборот опадать. И не делайте это в жаркую погоду, потому что это тоже пагубно влияет. Если применять перекись водорода правильно, все будет только расти и ничего болеть не будет. Это проверено уже годами многими садоводами, огородниками, биологами. И конечно перекись водорода является одним из самых доступных средств. Сколько раз за сезон можно обрабатывать помидоры? Вот смотрите, если сейчас у вас уже есть первые кисти, можно сейчас обработать один раз. И далее уже в конце июля, когда точно всегда нападают различные болезни, потому что влажность у нас повышается. И именно из-за этого болезни атакуют фитоспороз на томатах, прям поражает их полностью иногда, если правильно не обработать. Также есть и другие средства, которые можно использовать помимо перекись водорода. Но они конечно стоят денег, но если ваши растения очень сильно заболели, листья уже полностью поражены, тогда обязательно возьмите какое-нибудь нормальное средство именно от фитоспороза для томатов. Почему? Потому что когда уже болезни полностью атакуют ваши плоды и листья, то перекись водорода здесь уже не помогает. Я проверяла, поверьте мне, поэтому лучше немножко потратиться и использовать дорогостоящие средства. Свои томаты я уже обработала перекись водорода. Почему? Потому что у меня есть по 2-3 кисти. Вот смотрите, это томаты в теплице, которые подмерзли. Я их высаживала 26 апреля этого года. Это флорентийская красавица. Смотрите, какой томат большой. И он один внизу. Почему? Потому что кисть не сформировалась до конца полностью, потому что были заморозки. Но один плод все-таки сохранился и будем его доращивать. Если ваши томаты в данный момент еще цветут, пока что не обрабатывайте. Отложите немножко эту обработку до первых-вторых кисти. Только тогда, когда плоды именно уже есть. Можно ли смешивать перекись водорода с различными другими средствами от болезней для томатов, перцев, огурцов и других культур? Я не рекомендую смешивать перекись водорода. Почему? Потому что перекись и так прекрасно сама по себе работает. Это проверено временем, годами, потому что она сама по себе, как антисептик, очень хорошо действует. Главное вовремя и правильно обрабатывать. Можно ли поливать растения, томаты, перцы, огурцы с перекисью водорода в виде подкормки? Я все-таки рекомендую делать это по листу. Перекись водорода можно применять, но в основном на ранней стадии развития, для того, чтобы насыщать наши корни кислородом и, конечно, для корневой системы в основном. Но сейчас нас интересует именно перекись водорода от различных болезней. Поэтому по листу это лучший вариант. Но если у вас растения еще очень маленькие, то можно полить перекись водорода. Стимулирует рост, а также ускоряет развитие молодых растений. Для больших растений перекись водорода практически бесполезна, потому что корневая система и так уже очень хорошая и развита. Поливается точно так же 10 мл на 1 литр воды и примерно под корень по пол-литра. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про подкормки. Желаю всем богатого, шикарного урожая и до свидания.